Здравствуйте! Приближается знаменательная и красивая дата, 55 лет первому полету человека в космос. Как Самара планирует отметить юбилей? Как развивается космическая отрасль? Как для нее готовятся специалисты и ученые? И какие открытия и достижения ждут нас в ближайшее время? Об этом говорим сегодня и в нашей студии председатель Совета молодых ученых СГАУ Александра Даниленко и ассистент кафедры космического машиностроения Иван Ткаченко. Здравствуйте, Александр Иван. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а какая у вас связь с космосом и почему вы выбрали в жизни для себя, в профессии такое направление? Иван, начнем, наверное, с вас. Для начала я могу сказать, что связь у нас налажена прямая с космосом, поскольку в нашем аэрокосмическом университете уже работает полгода наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами АИСТ. И ежедневно до шести сеансов связи в день у нас происходит с двумя нашими спутниками, которые сейчас в настоящее время находятся на орбите, функционируют там активно. Поэтому связываемся мы с космосом совершенно в прямом самом смысле этого слова. Ну, что касается меня лично, то эта связь еще для меня на таком генетическом уровне. Мой дед и мои родители закончили наш вуз и всю жизнь посвятили себя работе именно в этой сфере. То есть родители работали на прогрессе, а дед в нашем аэрокосмическом университете. Замечательно. Александра, а вас что связывает? Ну, живя в таком замечательном городе, который пропитан просто этой атмосферой, с детства как-то мечталось, наверное, о небе, мечталось, восхищались этими людьми, которые строят такие машины космонавтами. Поэтому как-то путь был предрешен. Ну, не зря говорят «Самара космическая». На ваш взгляд, вот вы говорите и вы, и вы о детстве. С какого момента и возраста нужно приобщать детей к этой теме или подростков или молодых людей? Вот как вам кажется? И что вы в этом направлении делаете? Есть свое видение? Видение есть. И мне кажется, что вот начиная с молоком матери, эту работу можно вести. Мы проводим массу мероприятий, конкурсов для детей, для студентов, для молодых ученых. И вот по нашему опыту, то есть дети, начиная с двух лет, начинают принимать участие в наших мероприятиях. Да, но это же все должно быть как-то адаптировано для возраста. Вот я смотрю, у вас на столе книжечки, воздушные шарики, самолетики, совершенно детские рисунки. Это для самых маленьких, наверное. Ну, вот как раз эта книжка для взрослых. И вы один из авторов этой брошюры. Ну, расскажите, как она называется? Это уже говоря, наверное, о работе со студентами и молодыми учеными. Хотя и для детей мы проводили этот мастер-класс. Он посвящен презентации. То есть всем известно, да, что умение выступать — немаловажное качество. И даже в космосе. Конечно. И мало сделать хорошую работу, нужно еще уметь ее презентовать. И вот такой деятельностью мы занимаемся в том числе. И для детей, в принципе, тоже эти занятия мы проводим. Сейчас очень много конференций, конкурсов, и в том числе и для детей. И ребята с первого класса, начиная, уже пытаются делать свои первые шаги в науку и выступать. Да, ну с двух лет это, конечно. Ну, два года — это, конечно, творческие конкурсы мы проводим. В течение года у нас несколько таких конкурсов. А что, дети рисуют или что? Рисуют, делают поделки. Но в том числе они участвуют и в научно-образовательных конкурсах. У нас есть конкурс «Азбука науки», есть конкурс «Космические эксперименты». И вот на протяжении трех лет у нас проводится фестиваль «Азбука науки», называется. Вот в прошлом году приняло участие более 800 человек из Самарской области, из Благовещенской, из семи городов Казахстана. Более 550 человек приняли участие непосредственно в конкурсах. И ребята предлагали различные проекты, в том числе и научные. И амбиции у них большие. То есть они предлагают и тренажеры для космонавтов, и разрабатывают центрифуги, и проекты «Покорение космоса-2040» пишут. Да, я читала одну из статей. Вот, кстати, сейчас у Ивана спрошу, наверное, один мальчик спросил у космонавта, значит, что будет с мокрым полотенцем, если его в космос, значит, как-то вытащить. Вот что будет? Ответа там не было, космонавт. Вот как вы предполагаете? Ответа космонавта не было. Ну, космонавтам, конечно, виднее, поскольку жидкость в космосе, как известно, она кристаллизуется и находится там в таком равновесном состоянии формы шариков и так далее. Но я думаю, что, наверное, как-то эта жидкость выделится из этого полотенца, и они, наверное, будут отдельно существовать, вот эта жидкость и это полотенце. Но это надо проводить экспериментальным путем, проверять и так далее. А вообще детская творчество может быть интересна для ученых, Иван? Вот как вам кажется? Ну, вы знаете, молодые люди, в том числе и детского возраста, они иногда высказывают очень смелые идеи, которые поначалу могут казаться совершенно фантастическими, а в конечном итоге в них какое-то зерно есть, и, может быть, оно дальше как-то развивется что-то такое уже серьезное. Что касается нашей деятельности, вот Александр работает с таким контингентом очень широким, от детского сада до, значит, уже такого среднего возраста. Я думала, что до пенсионеров, оказывается, среднего возраста. Нет, ну, с пенсионерами это надо организовывать уже, наверное, клуб для тех, кому за 30. Вот, понятно. Саша еще подумает об этом. Вот, мы работаем все-таки в основном со студентами, то есть вот наш молодежный центр, он как бы сортирует молодых людей где-то начиная со второго-третьего курса. Это люди, которые начинают уже задумываться о каких-то научных исследованиях самостоятельных, в том числе и высказывают разного рода идеи. Мы все выслушиваем, стараемся их куда-то направить, и, в общем, найти применение всех их каким-то затеям, навыкам, знаниям, стараниям, желаниям и так далее. Понятно. Вот из вашей практики ваше применение как студента уже где-то нашло? Вот в практике применилось? Опять употребимое это слово. Ну, надо сказать, что наши первые космические аппараты, АЭСТы, да, мы же не даром говорим о том, что они создавались с участием студентов. Мы не можем сказать, что они создавались руками студентов, это было бы неправильно. Но, тем не менее, и студенты участвовали на всех стадиях этого проекта. То есть это от формирования самого проекта космического аппарата до производства, испытания, запуска и вот сейчас эксплуатации этих спутников. А скажите, пожалуйста, вот АЭСТ-2, да, вот сейчас самый современный, он вообще для чего предназначен, чтобы все мы были, понимали, о чем речь? Ну, если первые наши аппараты АЭСТ были сугубо научно-образовательными аппаратами, то есть это целевая аппаратура, это научная аппаратура. И, ну, мы, конечно, решали в основном такие образовательные задачи, привлечение студентов к этой тематике и так далее. Хотя могу сказать, что аппараты в настоящее время еще живут, и как бы мы даже до конца сейчас не знаем сферы их окончательного использования, и находим новые грани применения этого. Что касается АЭСТ-2, это аппарат уже более серьезный, это аппарат, предназначенный прежде всего для дистанционного зондирования Земли, то есть это для мониторинга земной поверхности, это получение снимков нашей Земли. И для этого аппарат оснащен целым комплексом целевой аппаратуры. И, кроме этого, он продолжает вот эту линию научно-образовательную, поскольку на нем также расположено 6 видов научной аппаратуры, которые изготовлены в нашем университете. То есть все те эксперименты, которые запланированы на Земле, они будут проводиться в космосе. И там есть продолжение тех, что уже проводились ранее на АЭСТах, и новые задачи, новые эксперименты. Понятно. Ну вот вы с самого начала программы заинтриговали тем, что каждый день связаны с космосом непосредственно. А что вы видите визуально? Какие картинки, какие показатели? Как это выглядит? Ну, в настоящий момент, пока у нас на орбите два первых АЭСТа, АЭСТ-2 сейчас находится на космотраве Восточном, и только готовится к запуску, и поэтому мы еще не начали принимать с ним информацию, хотя сейчас введем подготовительный этап работы для этого, то если говорить о той информации, которая приходит нам с АЭСТа в первых, там есть блок информации, ну, как бы звуковой информации, да. Вы слышите космос? Да. А что это за звуки? Мы слышим то, что мы записываем на борт аппарата. То есть это в настоящий момент гимн Аэрокосмического университета и приветствие. Понятно. Но кроме этого, самый большой и самый ценный объем информации, он, так называемая, это телеметрическая информация, он закодирован специальным образом, с помощью специальных форматов. Это набор цифр, которые мы обрабатываем, они очень четко распределены в определенных сегментах, как бы мы знаем, как каждое число, за что, за какой параметр отдельно отвечает, на самом деле этих параметров несколько десятков. И у нас вот молодые ребята, это аспиранты, магистранты, студенты старших курсов, они ведут сбор, анализ, обработка этих данных, строят зависимости, смотрят, что происходит, как живет аппарат, какие процессы там происходят. А звук, вот как звучит космос? Вот что это такое? Вот можно, вы как-то слышали это, нет? Ну, вы знаете... Или таких звуковых сигналов не передаются? В том числе, в СНО, но вот последние данные, вы знаете, с телевидения, из СМИ, о том, что открыли так называемые гравитационные волны, да, и вот эта попытка услышать космос. Вот надо у тех ученых, которые этим занимались, спросить, как он, на самом деле. А у вас какие амбиции? Вот вы что хотите? Вот над чем сегодня работаете? Какое достижение вас привлекает? Вот что вы хотите открыть, достигнуть? Чего в научном, техническом плане может быть? К чему дальше стремитесь? Ну, поскольку как бы уже намечена такая вот линия, да, и мы, наверное, будем в ближайшие годы исследовать, это мировая тенденция, поскольку аппараты становятся от больших, они переходят все более к меньшим-меньшим, то есть миниатюризация, это связано с успехами в микроэлектронике и так далее, нанотехнологиями, о которых сейчас много говорят. То есть малые аппараты потихонечку будут завоевывать, конечно, космос. И где-то вытеснять большие аппараты, где-то решать его задачи путем группировок малых аппаратов. Наша цель конечная, ну, мы пока не ставим конечную цель, поскольку для нас важно движение этой цели, но мы планируем продолжить работу над малыми аппаратами. И все-таки, наверное... И делать их все меньше и меньше. Делать их меньше, но, наверное, во главу угла мы сейчас уже думаем поставить экономику, поскольку мы прекрасно понимаем, что космос сейчас должен стать дешевым. То есть это и дешевые носители, это и дешевые инструменты в виде аппаратов, соответственно, это дешевые возможности для проводения каких-то экспериментов и так далее. То есть вот такая политика дешевого космоса сейчас это то, что у нас будет занимать в ближайшее время. Да, очень актуально. Вот, кстати, если мы коснулись финансов, Александр, хотелось бы у вас узнать. Молодые ученые, конечно же, нуждаются в финансовой поддержке для исследований хотя бы, для продвижения своих достижений. Вы работаете по системе грантов или как? И как можно молодого ученого, это же люди такие, которые, мне кажется, сконцентрированы на своем именно деле, и вот как их продвинуть к тому, чтобы они принимали участие, участвовали, добивались получения грантов? Потому что, может, он сидит и сидит там у себя, и не нужно мне там никуда ходить и ничего достигать. Вот как раз один из проектов, которым мы занимаемся, он называется «Ученый. Призвание или наказание». Он как раз направлен на то, чтобы создать положительный образ ученого, повысить, опять же, престижность вот этой деятельности, которой мы занимаемся. Потому что в советские времена ученый – это был очень такой уважаемый в обществе человек, который был высокооплачиваемый его труд. В 90-е годы, конечно, вся эта ситуация немножко, скажем так, изменилась. Но вот сейчас как раз ситуация опять возвращается на круги своя, и появился новый образ вообще ученого. Это вот то, о чем говорит Иван в том числе. То есть это такой ученый-предприниматель, который… Олицетворяет этот образ, я бы сказала, подчеркнула бы, что совершенно… Отлично. Вот. И мы как раз стараемся делать так, чтобы вот ученый не был таким в умах, наверное, людей, да, что это такой какой-то немного не от мира сего человек, который там… Истинные ученые такие, наверное. Ну, может быть, кстати. Он сидит вот за своими там приборами, пробирками, я не знаю, и больше ничего его не интересует. То есть вот наши молодые ученые – это абсолютно яркие, интересные люди, которые влечены, конечно, своим делом, которым они занимаются, у них горят глаза, но при этом эти люди занимаются и спортом, и какой-то творческой деятельностью. То есть талантливый человек талантливый во всем. Ну, вот вернемся к грантам. Это вот очень сложно, да, грант получить, финансовую поддержку или нет? Или у вас это поставлено прямо? Сейчас и на уровне университета, и на уровне области, и на уровне государства деятельность ученых поддерживается. То есть это различные формы стипендий, грантов. И тот человек, который хочет действительно заработать, у него есть такая возможность. То есть это различные публикации, различные стажировки. Это все идет в плюс, и есть возможность заработать. Есть возможность. Было бы желание. Конечно, конечно. И главное научить тех же молодых ученых вот этой системе получения, чтобы они представляли, что это нужно. Конечно, поэтому мы и занимаемся. То есть мы учим ребят публиковать статьи, они делают там какие-то первые шаги выступать, презентовать свои разработки, опять же. То есть учим выступать на каких-то конкурсах, на что делать. Вы уже говорили, что презентация – это очень важно. Да, поэтому. Иван, скажите, а как учебный процесс связан с исследовательской деятельностью? Вот насколько они переплетаются и, опять же, вот, либо учиться, либо быть исследованием. В этом нет противоречий? Нет, я думаю, что в этом нет абсолютно никаких противоречий. Более того, ну, как бы на флаге нашего университета неявной формы написано «образование через исследование». Ну, это такой, как бы, лозунг, который мы несем, начиная с 2006 года, с первых образовательных программ, которые мы начали реализовывать на федеральном уровне. И этот принцип заключается в том, чтобы сделать, с одной стороны, образовательный процесс интереснее за счет привлечения студентов к исследованиям, к научным исследованиям, к каким-то проектам. А с другой стороны, и, ну, внести какую-то определенную свежую струю и новый взгляд в эти исследовательские проекты за счет того, что туда приходят молодые, креативные, творческие люди. Поэтому здесь, мне кажется, это обоюдно выгодный процесс, и от этого выиграют все стороны. Это и преподаватели, и научные сотрудники, и студенты, и аспиранты. Здесь все вместе работают. Понятно. Александр, скажите, вот вы занимаетесь детьми. Для такого возраста, ну, больше, постарше, чем дети, встречи с какими людьми интересны? Потому что, мне кажется, все время устраиваться космонавтами, это очень редкая возможность. Да, вот если постоянно приглашать космонавтов, это, наверное, не удастся. Саша очень любит приглашать космонавтов. Нет, может быть, конечно, это самое интересное. А вообще, вот как строится эта работа? Не всегда же космонавты могут физически даже. Присутствовать. Интересуются, приходят потом к этим людям. Также и молодые ученые, которые добились уже определенных успехов в каких-то областях жизненных, может быть, наши выпускники, они также с удовольствием встречаются со студентами. Кроме этого, приезжают и зарубежные ученые, постоянно проводятся определенные лекции. Ну, вот, Джорис Иванович Алферов. Да, был у вас. Да, он регулярно к нам приезжает, и у нас аншлаги просто не хватает мест. Люди стоят там часами, чтобы его послушать, поэтому интерес к этому есть. Потом у нас сам город, ведь он же очень большую роль играет. Мы ведь в этой среде, мы живем, мы работаем и живем в уникальном городе, где, поверьте мне, практически каждый специалист предприятий нашего аэрокосмического кластера можно сказать, очень много интересного, полезного, нового для молодых. Это какие-то свои жизненные опыты, какие-то истории, какие-то технические детали. Вот как раз хотелось бы какой-то пример от вас услышать. Вот лично на вас, какая встреча с кем произвела особое впечатление, и какую информацию, может быть, даже потрясла ваше воображение, что вот вы услышали от кого? Вы знаете, я могу рассказать про себя. Это вообще, собственно, послужило импульсом к тому, чтобы заинтересоваться вот этим делом космическим, и вообще, в целом, вот этой космической техникой, наукой и так далее, это произошло практически случайно. Я был школьником, девятый класс, между прочим, это не с двух лет произошло. Я до этого хотел стать врачом. И была какая-то школьная конференция, и надо было рассказать про известного самарского человека. И выбор пал на Дмитрия Ильича Козлова, в то время действующего генерального директора «Прогресса», «ЦСКБ «Прогресс», как тогда называлась эта организация. Я сделал доклад просто по его биографии. Потом этот доклад был замечен, мне даже отправили в Москву, на какой-то всероссийский конкурс, я там тоже сделал этот доклад. И потом эта история закончилась тем, что мне удалось передать ему лично этот доклад, он даже оставил свой автограф на этом докладе, у меня потом сейчас сохранился и лежит. И вот с того момента как бы началось, ну, мне захотелось узнавать больше и больше, то есть уже на следующих школьных конференциях уже я делал какие-то научно-технические доклады об этом, о спутниках, которые дают, какие-то эксперименты в космосе, что-то еще такое. Тихонечку это затянуло и так далее. Да, потому что интерес к личности, это очень важно для восприятия. А именно биография, да, и потом это действительно подталкивает. Да, а потом уже дошло до того, чем они занимаются, это тоже... Да, ну, Александр, ну так как вы постоянно встречаетесь с кем-то, все-таки самое яркое впечатление от кого у вас осталось? От какого космонавта? Сложно, на самом деле, выделить, потому что, ну, вот от каждого остается вот что-то новое. Вроде уже и встреч достаточно таких много было. Ну, конечно, Георгий Михайлович Гречко на меня очень произвел впечатление. То есть вот какой-то человек... Он очень интересный человек, он очень доброжелательный, добродушный. Это, конечно, Леонов Алексей Архивович. И вот Артемьев Олег Германтьев, он почетный выпускник нашего университета. Вот мы с ним проводим много проектов. Это из школы космонавтики, которую мы вот в 2015 году начали. Я надеюсь, что она будет регулярно просто поражать, насколько эти люди готовы двигаться к новому, открыты к людям, открыты к детям, готовы поддержать любые проекты. И, конечно, когда ты видишь вот такое отношение, хочется что-то делать. А какие вопросы аудитория задает космонавтам? Вот самые типичные, наверное, там про НЛО видели или что-то такое. Вот интересно, вот что волнует сегодня молодежь? Вы знаете, вот первые встречи как раз вот отличались такими вопросами. А вот встречи проводятся довольно регулярно. Мы ведем работу большую с Центром подготовки космонавтов, и они также поддерживают наше начинание. И вот что приятно отметить, вот 8 февраля был День российской науки. У нас как раз вот приезжал Артемьев Олег Германтьевич, проводилось две встречи с детьми и со студентами, молодыми учеными. И нас поразили те вопросы, которые задавали дети. Они были совсем не детские. То есть они спрашивают уже про строение каких-то космических аппаратов. Их интересует исследование Марса. То есть задаются очень серьезные вопросы. И также и студенты. То есть из разных областей, которые учатся на различных факультетах, сейчас вот в новом объединенном университете и биологи присоединились к этой тематике. И очень разнообразно. Да, вот как хорошо, что вы сказали про объединение университетов. Вот я хотела у Ивана поинтересоваться. Какие вы видите плюсы, преимущества? И уже как-то вот отразилось на вас лично объединение? Что-то вы там сходили к гуманитариям за советом? Или еще что-то посотрудничали? Или как все это выглядит? Из первых уст, так сказать. Вы понимаете, ну конкретно наша работа, она не очень тесно связана с социально-гуманитарным блоком, который в основном к нам пришел из бывшего госуниверситета. Ну все-таки мы узкоспециализированы. Наша кафедра космическое машиностроение, она все-таки готовит конкретных специалистов, работает с определенной техникой. И мы глубоко уважаем и любим гуманитариев, но просто они не так много, ну как бы, не такой большой объем работы могут сделать. Ну и не так много времени прошло, да? Во-первых, да, не так еще много времени мы еще не наладили такой тесной связи, меже, ну такой горизонтально, будем говорить, связи, да, между структурным подразделением, между кафедрами и так далее. Но я думаю, что это принесет какие-то свои плоды и преимущества. Я думаю, что мы сейчас будем выступать вообще на мировом научно-образовательном пространстве, как уже большой, серьезный вуз. Я думаю, что это даст свои плюсы. Потому что вот Александр Теснен связан с психологией, да, у вас такой вот сильный психологический аспект, да, вот в ваших работах вы как-то презентации. Ну там еще что-то. Наверное, вам стоит посотрудничать, да, вот? Ну вот я на эту тему-то хотела сказать, потому что мы сейчас непосредственно ведем работу в Советах молодых ученых бывшего вот государственного университета. И у нас было уже много встреч, где мы в том числе рассказывали там о том, чем мы занимаемся, и с точки зрения общественной какой-то деятельности, с точки зрения научной деятельности, потому что, ну, все мы привязаны к каким-то кафедрам. И вот мне кажется, что объединение должно дать очень хороший синергетический эффект. Потому что вот, например, мы встречались, да, мы пришли, там, биологи сидят, там, химики, и вроде мы все очень далеки от этого, пришли технари. И в результате этих встреч появились уже новые идеи, новых проектов, когда биологи послушали нас и говорят, ой, а вот нам бы интересно, то есть вот с точки зрения программирования, можете ли вы нам создать что-то такое? Или, а вот нам нужен вот такой аппарат, а не могли бы вы нам чем-то там помочь? И мне кажется, вот чем больше будет таких встреч, тем больше будет и результатов, собственно говоря. Ну, я вижу только положительное в этом. Хорошо. Мы начали нашу программу с темы юбилея, да, вот 55 лет, 12 апреля, первый полет человека в космос. Как вам кажется, каким должен быть следующий прорыв? Ведь тогда это было прорывом, да? И потом как-то все пошло, полетели корабли в космос и так далее. Вот сейчас что должно произойти? Вы, как молодые ученые, чего ждете, к чему, опять же, стремитесь? Что должно быть такой вот точкой, толчком очередным, прорывом? Даже не толчком, не точкой. Вы знаете, мне кажется, что, ну, вот полет на Марс, да, который у всех на устах, он прорывом, конечно, не станет. Вообще, если вы посмотрите на историю 20 века, в общем-то, все прорывные такие открытия и грандиозные свершения в техническом плане, они были уже сделаны. В основном, конечно, Вторая мировая война послужила катализатором этого. То есть это и ракета, это и самолет, это и бомба, то есть, в общем-то, и компьютер. Все это имеет корни вот примерно там 40-х годов. Что касается серьезного прорыва... Но это не значит, что следующая война может быть. Нет, просто мы говорим о том, что последние 60-70 лет ничего такого суперпрорывного в области техники мы не сделали. Это все просто развитие того, что было уже заложено ранее. А как мне кажется, это мое личное мнение, что прорыв в области космоса, наверное, будет тогда, когда мы научимся, перейдем через порог тех скоростей, которые мы освоили сейчас. То есть это первые три космические скорости, которые, конечно, предельно малы для освоения космического просторанства, дальнего космоса. Как только человечество найдет технические решения, способы получать скорости, ну, не близкие к скоростям света, но хотя бы на порядок выше, чем то, что мы сейчас имеем, тогда мы увидим серьезнейший прорыв в этом. Но это, может, мы и не увидим этого, Саша. Да, так все быстро меняется, что может быть что-то произойдет. Александр, а у вас есть свои мысли по этому поводу? Что может быть в ближайшее время, что у нас всех... Ну, я согласна во многом с Иваном в плане того, что сейчас уже какое бы открытие ни было, уже воспринимается это по-другому абсолютно. Вот, но все-таки вот то, о чем говорится сейчас про освоение дальнего космоса, да, начиная от Луны, да, то есть не просто ее облететь, а там высадиться, это и уже как бы не флаг поставить. Это тоже было уже в 69-м году, как известно. Ну, сейчас есть и проекты по строительству баз на Луне, да, там со слежением за теми же астероидами, то есть все равно это, мне кажется, такое будет, что побудит новых людей восхититься, опять же, человечеством и заняться чем-то. А вот тема безопасности, кстати, вот недавно приходил ректор вашего университета, объединенного уже к нам сюда также в гости, и он говорил об опасности, что вот нужно Земле научиться защищать себя от тех же там метеоритов. Вот эта тема как-то у вас присутствует, разрабатывается или нет? Нет, нет, эта тема разрабатывается в нашем университете, и, то есть защита Земли от астероидов, это уже признано всеми, что эта тема очень актуальна. И вот, опять же, форма работы, которая, потому что сейчас нету объективных специалистов, которые вот готовы решить эту задачу, то есть здесь со всех областей, наверное, завязаны там и физики, и астрономы, и инженеры, то есть все-все-все. И, то есть, эту задачу, скорее всего, будут решать те дети, которые сейчас растут. И вот, в том числе, мы разработали такая у нас есть игровая сессия «Защита Земли от астероидов, фантастика или реальность». И мы ее проводили... У вас все так в сравнении. На все это. Мы всегда даем альтернативу. Мы ее проводили и с детьми, и на форуме «Инженеры будущего», где ребятам, ну, просто объясняется, что вот есть такая проблема. В общем, внушает, да, такую надежду, что вы начинаете уже с маленьким. Потому что мы можем, конечно, все надеяться и на что-то поводить, но в один прекрасный и непрекрасный момент это все может быть... К сожалению, у нас время подходит к концу. Я просто хотела узнать у вас, вот именно к 12 апреля вы что-то для себя запланировали? Вот какие-то, может быть, вот как подойти к этому юбилею? Так как вы, конечно, тематические и вузы, и так далее. Вот что-то свое. Ну, что касается нас, тут только от нас очень мало зависит. Мы, конечно, хотим подойти к 12 апреля с запуском, первым запуском с космодромом «Восточный», когда полетит наш аппарат АЭС-2. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Точнее, от нас уже почти мало зависит. Да, ну, это служба космодрома и так далее. Да, но Александра, наверное, очередную тематическую встречу проведет. Конечно, у нас будут праздничные мероприятия. Мы проведем, опять же, акцию к 12 апреля по раздаче ленточек, которые мы уже проводили в прошлом году. Красивые. Вот, и учреждения нашего города очень активно в этом участвуют. Будем раздавать их на улицах. Будет и конференция у нас посвященная этой дате. Подготовка идет. Обязательно. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в эфир. Очень интересно рассказали о теме космоса, которая, безусловно, всегда будет интересовать человечеству, потому что все мы оттуда и там. Спасибо еще раз. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!